26 апреля 1986 года Я спокойно спал в своей кровати дома в Припяти О том, что случилось на станции, я не был оповещен, не знал Ехал на станцию с персоналом в дежурном автобусе Тоже ничего не ведая, как говорится Но, правда, о автобусе, видно, кое-кто уже знал Была мертвая тишина, никто не говорил Когда подъехали уже к станции, возле ОРУ проезжали Я внимательно смотрел и слышал разговоры Вот взорвался генератор Смотрим, что действительно крыша морзала повреждена И дальше, то я смотрю, что и, по-моему, там и реактора То нет, по тем соображениям И когда мы уже подъехали к АБК-1 Автобус, значит, вышли Значит, нам таблетки иодиста калия выдали И вот на посту охранники имели Вот мы приняли иодистыкали Ну и, как обычно, пошли по рабочим местам Прошел я на свое рабочее место Начальник смены предыдущей смены Обычно, ну, рассказывает, что там случилось Все об этом Но здесь он вообще забегался Прибежал на центральный щит Что-то сказал мне Говорит, да, на блоке аварии Что там, и опять убежал Я начал читать журнал оперативный Там в журнала ничего, конечно, не было понятно Что случилось Вот Ну, по сообщению, которое получал И потом сам вышел в морзал Посмотрел там Ну, конкретно не ходил на 4-й блок Но здесь Вижу, что там большие разрушения У дозиков спросил, что за доза обстановка Они толком тоже сам еще не знали ничего Я принимал смену По первым 3-м блокам Потому что я сказал главному инженеру Что у меня никаких сведений по блоку номер 4 нет Отдельное 30-е сообщение Которое это дело не пришлешь Принимать блок в таком состоянии Когда абсолютно ничего не знаешь Понятно Наверное, главный Я говорю, хорошо Принимаешься, занимаешься этими блоками Вот И подавай воду на 4-й блок Чтобы обязательно подавал воду Ну, я проверил Там у нас Морзали Хитрая задвижечка есть Подача обессоленной воды На вторую очередь Да, она открыта была Подошла Вот Держал сам под контролем Ну, я объявил о приемке сдачи смены По первым 3-м блокам Я прихожу к мнению Что делать на 4-м блоке нечего Нечего там уже спасать Потому что блок практически Аппарат разрушен К этому времени Мне сообщили уже дозиметристы Что они кругом замеряют Дозу обстановку Кругом тысяча микрорентген в секунду Ну, это умножить надо на 4-е Где-то до 4-х рентген в секунду Ну, опять же Даже зашел ко мне Зам Начальника ЦРБ Я ему дам Выясните, что за обстановка Он приходит Говорит, у нас приборов нет Чтобы определить точно А тыс, а рунтыш, это что? Это В нормальном смысле Показания четкие Или же плавающие Или какие-нибудь там Он говорит, все приборы На зашкале То есть там никто не толком Не знал, сколько Какова на самом деле Дозу обстановка Я позвонил Главному сперва И сказал там Надо немедленно принимать Меры для спасения персонала Нечего Он говорит, что ты предлагаешь? Я оружелецкий Мы уже не спасем Надо спасать персонал Он Хорошо, я подумаю Но я посидел Еще минут 5-10 Объявил Где-то в 1 час Чтобы всему персоналу Покинуть на 4-й блок Перейти на 3-й блок И кое-кому кто Ну, на усмотрение Начальник и смен Чтобы они Сейчас персонала Не нужно Выняли Значит На БК-1 Там у нас есть Актовый зал Туда Ну и оставили там Крайне необходимых людей Конечно По-хорошему Если было четко Все организовано То эти блоки Надо было остановить Сразу же В принципе Персонал, я вам скажу Нормально сидел Без всяких Спокойно Как будто так и надо Понимаете? Не то, что Там какие-то Были позывы То ли сбежать То ли Что-то Там Крики какие-то Или Отказы Нет, не было Я считаю Что даже Вот по четвертому блоку Там Из-за Ошибки Руководства А именно Конкретно Дятлова Который руководил Этим испытанием Он перевозил Основной персонал И по его вине Посылал людей Туда, куда не надо Посылать Он Был руководителем Испытания Он видел Процесс Как ушел Он должен был Прочувствовать Ведь когда Перед взрывом Как мне потом Ребята рассказывали Там же Центральный зал У нас Камер было На каждом блоке Может было Какие помещения Просматривать В том числе И центральный зал Реактор Там По данным Которые Начало Подниматься Уже Плиточный Носил Он начал Маленько Подниматься Думали Что искажение Изображения Это уже Давление Первого Повышалось В контуре Я потом Программу Прочитал Уже после вары Посмотрел Программу Когда случилось Это Эта программа Она Фиговый листок Понимаете А не программа Там никаких Указаний О соблюдении Безопасности Или чего Не было Считали Что это На аппарат Вообще Не влияет Только Электрическая Часть И все Это одно Второе При таких Испытаниях Аппарат Должен Быть Заглушен До того Как Начато Испытание На выдох Ведь в реальных Условиях Такого же Немало Получится Идет Машина На выдохе И аппарат В работе Находит То есть Реактор Такого Не бывает Глушится Аппарат Защитами И потом Только По снижению Давления В контуре Разгружается Генератор И отключается От сети И тогда Идет Он на выдох То есть Аппарат Уже Заглушен Он и должен В реальных Условиях Тем более При испытаниях Нужно было Заглушить А потом Идти На испытания Выбега Мы же делали До этого Такие опыты На первом блоке Даже в моей смене При старом Главном инженерии Акинфи Был такой Вячеслав Акинфи Вот Он молодец Он не давал Разгуляться Этим Испытателям Четко делалось Заглушили аппарат Снижается давление По давлению Отличается Генератор От сети И начинается Выбег Проверяем Время Выбега Можно было Повышить Только одним Способом Форсировка Генератора Есть такое 14 секунд А 20 секунд Это предел Дальше Можно Сжечь Генератор Вот Что они Могли придумать Со счет Увлечения Работы Форсировка Это явно Идти на то Чтобы сжечь Генератор Поэтому Никто Мне до сих пор Не мог сказать Чем окончились Эти испытания Нигде Никто Об этом Не говорит Даже Я думаю Что полной Неудачи И этот Выбег Он По-настоящему Никому и не нужен Был Тогда и теперь Нас не пропустили В Припять Жену Я в Киев Поехал Думал Там Я уже Не застал Передом Знакомых Она Уехала Уже К сыну К старшему Который Работал На Генератор Скорее всего Там жил Он оттуда Уехал А когда я возвращался Уже с Киева Меня уже В Припять Не пропустили Перегородили дорогу Там же мост Там железная дорога Проходит По ней мост И потом Заездки В Припять Вот Так вот Перегородили Блоками Дорогу На мост Туда И стояли Уже Патрули Патруль стояла Я развернулся И ехал Ну я примерно Знал Куда мы должны были Переезжать Как говорится Поехал В этот Фернобыль В Виловницу Там Бывший Пенерский Лайер Где Нас Уже там Поселили Как говорится Сменный персонал Только Остальные Разъехались Когда я туда приехал На машине Как До сих пор Вспоминаю Как цыганский табор Рядом Живем Там В этих деревья Там Лисочек Такой Вот И там Организовали Каждый Каждый Себе Бьет Гвоздь В дерево Это Если Пропускник Вешаешь Свою одежду Грязную Чистую То Что Было На мне Все Было Все Оно Было Грязно Все Выбросил Дали Мне Уже Рабочую Одежду Завезена Одежда И потом Завозили И ботинки Обычно Рабочая ХБ Когда мы Обосновались Жили Каждый Раз Когда Я возвращался Со смены Подходил Кахбист И мы С ним По часу Он Все Меня допытывал Ну Я То Что Знал Рассказывал Конечно Как Было До Реорганизовано Эксплуатация Атомной Станции Как Вы Считаете Что Случилось Я Много Чего Ему Сказал Но Всего Не Говорил Конечно Мое Мнение Было Ну Я говорю Это Оно Сложилось Дуквально Через Пару Дней Я Говорил Всем Кто Меня Спрашивал Как Ты Я 50 50 50 Процентов Персонал 50 Процентов Конструкции Аппарата Но Конструкция Аппарата Довели Такого Уровня Тоже Можно Сказать Своими Жи Руками Низ Зоны Защищал Защищали ДП Так Называем Дополнительные Сержнепоглотители Их Порядка 84 Штук На Каждом Блоке Было Ну Там Может 24 Где-то Так Вот Не Зоны Держали Это Неуправляемые Четко Сидели В Зоне Ну Мегаватт Тепловых В принципе Ужасно Неадекватно Это паровой Эффект Сказался Раньше Он тоже Был Положительный Но Не в Такой Степени Когда Невозможно Было Регулировать Держать Мощность Оказалось Это От Малейшего Сплеска Расхода Воды То Есть Или Вниз Или Вверх И Аппарат Также Регировал Вот И оказалось Он мне ничего Не сказал На это А потом Через пару Дня Я узнаю Что Вот Эти Извлечены Все ДП Поглотители И Я Начал Соображать И Понял Что Вся Причина В этом И Появился Концевой Эффект Стержней Суз То Что Значит Концевой Эффект Первое Время Когда Глушишь Аппарат И стержни Все Идут В зону Появился Сплеск По Положительной Реактивности То есть Мощность Не снижалась Наоборот Сплеск Был На увеличение Раньше Такого Не было Это Появилось После того Как Были Извлечены Вот Эти ДП Зоны Значит Извлечением ДП Они Были Как-то Все Тихоря Было Сделано Это Повысило Глубину Выграния Топлива То есть Получили Экономический Эффект большой Многие Получили Премии За это Вот В итоге Ухудшили Безопасный Парат Я считаю На порядок Ухудшили Там же Паровой Эффект Потому что Там Пароводяная Смесь В РБМК Имею ввиду Там Есть Определенный Уровень В каналах Внизу Водичка Я ее Называю Водяной Экономайзерный Участок Вот допустим Там Полметра Составляют При определенной Нагрузке Когда Нагрузка Стабилизированный Расход Питательной Воды Все нормально Если ты Начинаешь Увеличивать Сверх Расход Питательной Воды Значит этот Участок Растет Растет Значит Уменьшается То есть Вносится Отрицательная Реактивность Аппарат Мощность Снижает И наоборот Если Расход Уменьшает Питательной Воды Этот Участок Уменьшается Соответственно Больше Пара Водяной Смеси Пара Больше А это Положительный Эффект Аппарат Начинает Разгоняться Что у них И получилось Когда На 200 Теплых Мегаватт Вообще Нельзя было Проводить Эти испытания На таком Низком уровне Мощности Я в свое время К тому же Дятлов Говорился Ниже Ты что Ну 50% Ни в коем случае Никаких испытаний Не делать Только выше Полста процента Потому что Было бы мы до этого На третьем блоке Разгрузились Ниже 50% Проводили испытания Там И подожгли 50 кассет При этом Что я На следующий день Принимал смену Целую смену Вентилировал Машзал И проще Кругом Было загрязовано Большое время Радиоактивный Благородный газ Казалось Что в итоге Потом Когда Блок был остановлен Начали КГО проверять Кассеты Все Контроли герметичности Оболочек Тех Твелд Кассет Подожгли 50 кассет Только всего При тех Испытаниях Которые Ну считайте Благополучно Все нормально Прошло А это Говорит А что Что Не совсем Конечно Нормально Вникли В суть Процесса Физики Этого Реактора РБМК Вот Тот же Начальник Смены Который Взорвался Блок Который Взорвал Блок Как Раньше Говорил Та ничего С ним Не случится Это Котелок Прежевать А вот И случилось Когда Это На втором блоке У меня Аппарат Туда Туда Шел От От Что У меня Тогда Было На Смене Многие Раба Которые И Почему Это Они Не Знают Это Четко Потому Что Не Было Такого Чтобы Хорошо Проработать Четко Все Эти Варим Случаи Чтобы Персонал На Зубок Уже Знал Что Можно Делать Чего Нельзя Не Был Такого Много Случа У меня Когда Я Спасал Эти Блоки Были Другие Толком Никто Ничего Не Ну Слышит Да Да Вроде Что Было А Что Было Как Было Не Знают Сейчас К Этому Конечно Изменилось Сейчас Видите Вот Где-то Что-то Случается На Какой Станции Все Остальные Станции Знают И Они Сами Расспрашивают А что А как То То Обмен Уже Идет Капитально И Непосредственно На Кажей Станции При Всех Аварийных Ситуациях Изучают Эти Случаи Безусловно Инструкции Совершенствуют Все На То Чтобы Повысить Коммунический Эффект Так Они Действовали Сегодня Наоборот В атомной Энергетике Экономика На Второй План Уходит Ушла Уже Вернее В первую Очередь Это Безопасность В первую Очередь Безопасность Четкое Соблюдение Всех Регламентов Инструкций Продолжение следует...